МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Близка к критической министр здравоохранения региона рассказал о ситуации с коронавирусом. В Доме ученых прошла конференция, посвященная фотонным компьютерам. Осторожный ежик, Центр образования, присоединился к всероссийской акции. Далее расскажем во всем подробно. Строительство новой детской поликлиники началось летом 2020 года. Но из-за проблем с подрядчиком первоначальные сроки сорвали и стройку заморозили. Нашли нового подрядчика весной этого года. Вопросы строительством объекта контролируют на всех уровнях. Делегации ФМБА периодически приезжают в наш город, чтобы следить за ходом работ. Новую дату окончания стройки озвучила глава ведомства во время визитов Саров. Продвигается строительство. В настоящее время уже строится третий этаж. До конца года мы планы по году исполним. И в целом мы планируем ввести в строй поликлинику в конце 2022 года. Также руководство ФМБА обсудило с представителями городских властей КБ-50 текущие проблемы здравоохранения и перспективы развития клинической больницы. Посетило поликлиники и центры по томографии. В первую очередь усилия направят на совершенствование первичной медико-санитарной помощи. Это не только обновление и строительство новых поликлиник, но и внедрение бережливых технологий, формирование комфортной среды для пациента. Возможность каждому жителю Сарова из дома, со своего смартфона, записаться на врачу, вызвать домой бригаду, уточнить какие-то показатели по ОМС, иметь доступ к своим медицинским документам и так далее. Мы планируем вместе с государственной корпорацией Росстатом открыть новый центр промышленной медицины. Это будет мощный консультативно-диагностический центр. Второе направление работы – совершенствование помощи больным с острой сосудистой патологией. Важно иметь высокотехнологичную базу, чтобы лечить таких пациентов на месте, а не транспортировать в региональные сосудистые центры. Нам тоже необходим фактически новый центр приема экстренных сосудистых больных с включением новой службы рентген-эндоваскулярной, созданием круглосуточной ангиографии, возможности проводить коронар-кардиопластики, стентирование сосудов и коронарных, и сонных артерий. Как отметила Вероника Скворцова, планов много, и все они реализуемые. Большую помощь в этом вопросе ФМБА и КБ-50 оказывают РФИАЦ ВНЕФ, Администрация и Министерство здравоохранения региона. Сроки сжаты, устройство модульных центров планируют завершить за два года. Этот период времени используют для подготовки высококвалифицированных кадров. 2 миллиона нижегородцев минимум нужно привить от коронавируса, чтобы только снизить вирусную нагрузку. Сейчас полный курс вакцинации прошли только чуть больше 1 миллиона нижегородцев. Коллективный иммунитет 44%. Нужно 80% привитых, чтобы ситуация стала управляемой. Болеют люди, которые вакцинировались, болеют, но тяжесть течения, она минимальна. То есть эти люди реже всего попадают на больничную койку. Даже если не попадают в лечебную организацию, они идут по легкому сценарию. Поэтому крайне важно сейчас успеть до 15 ноября вакцинировать как минимум 2 миллиона человек. У нас на подходе разрешение по вакцине для использования среди детского населения старше 12 лет. Также Давид Мелик-Гусейнов еще раз отметил, что защищает не только вакцинация, важно носить маску. Но многие пренебрегают средствами защиты. Пока ситуация с распространением коронавируса близка к критической. Число больных растет с каждым днем и до пика пока далеко. Мы понимаем, что медицинские ресурсы ограничены. С каждым днем их ощущается все меньше и меньше обеспеченность этими ресурсами. В этой связи мы очень активно мониторим емкость этих ресурсов. Первое, что самое важное, это кислород. Мы понимаем, что это основной ресурс, который позволяет людям пережить так называемый цитокиновый шторм и дышать во время вот такой агрессии вируса. Например, клиническая больница номер 50 ежедневно потребляет около 300 баллонов кислорода. По расчетам в ближайшее время наш АКБ выйдет на потребление двух тонн в сутки. Минздрав региона работает в тесном контакте с руководством Саровской больницы, чтобы в городе ни в коем случае не было дефицита кислорода. Помимо кислорода есть вопросы, связанные с лекарственным обеспечением. Это и биологические лекарственные препараты, которые вводятся при как раз таки старте цитокинового шторма. Есть определенные сложности в целом по стране обращения этих лекарственных препаратов. Но так как мы в Нижнем Новгороде создали некий централизованный склад и закупали лекарственные препараты, в том числе и про запас, когда у нас была возможность передышки, мы с этого склада сейчас отпускаем лекарственные препараты и в Саров. Тяжелых пациентов тоже не бросают. Работает Центр медицины «Катастроф», который может эвакуировать таких больных в Нижний Новгород. В ежедневном режиме наша больница на связи с региональным Минздравом. Врачи проводят централизованные консилиумы по пациентам, которые находятся в реанимации. По необходимости подключают московских коллег. На оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений из бюджета дополнительно выделят около 16,5 миллионов рублей. В сфере культуры повышение заработной платы коснется таких организаций, как Городской музей, Театр драмы, Библиотеки имени Маяковского и Пушкина. В рамках программы «Физическая культура и массовый спорт» 618 тысяч выделят на расходы по индексации зарплаты для бюджетных работников. Увеличение на 2 миллиона 93,5 тысяч рублей – это на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки, учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку и кар Саров Атом. Как я уже сказала, рассказывая о доходах, как раз вот это увеличение состоит из 1 миллиона 674,8 тысяч рублей за счет предоставляемой субсидии и 418,7 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Дополнительно на строительство школы по улице Зорги на 600 мест планируют потратить около 45 миллионов рублей. Из средств местного бюджета выделят 500 тысяч, остальное субсидирует область. В сфере городского хозяйства увеличат финансирование проекта инициативного бюджетирования «Вам решать спорт для всех» на 650 тысяч рублей в связи с увеличением стоимости ремонтных работ спортплощадки 15 микрорайона. Увеличено бюджетное сигнование в сумме 8 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог за счет субсидий областного бюджета, на реализацию полномочий орган в местном управлении по решению вопросов местного значения. Увеличено бюджетное сигнование в сумме 30 миллионов 788,5 тысяч рублей на приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок в количестве 5 единиц. Поправки депутатов в бюджет принимают до 22 октября. После проекта решения рассмотрят на заседании городской думы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С начала года в Сарове произошло 36 пожаров, в которых погибло трое человек. Самая частая причина возгораний – неосторожность при курении – 15 случаев. Из-за нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования произошло 7 возгораний. На третьем месте сразу две причины – неосторожное обращение с огнем и неисправность печи или дымохода. Пять случаев в нашем городе с начала года. Необходимые профилактические меры касаемо жилых домов и квартир со стороны граждан необходимо производить следующим образом. Это следить за исправностью электропроводки, следить за исправностью газового оборудования, а также электрообогревательных приборов. Иметь первоначальные средства пожаротушения в виде огнетушителя, а также противопожарного полотна. Также перед сном очень важно выключать электроприборы из сети. При возгорании важно действовать оперативно. Если пожар локализовать невозможно, необходимо срочно эвакуироваться и помочь выбраться детям и пожилым людям, которым сложно передвигаться. Дышать только через мокрую ткань. Главное – сразу же вызвать помощь. При обнаружении пожара необходимо совершить звонок в пожарную охрану, либо в единую службу спасения по номеру 112, сообщить о случившемся. В свою очередь наши сотрудники пожарной охраны незамедлительно выезжают на место пожара и производят тушение, ликвидации возгорания. О мерах профилактики и алгоритме действий при пожарах сотрудники регулярно рассказывают юным саровчанам, проводят беседы в школах, а также информируют население. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Осень еще радует нас теплыми днями, а это значит, что и продавцы с большой дороги выставляют свой сезонный товар. Многие люди с удовольствием покупают продукты в придорожных палатках. Но так ли это на самом деле безопасно? Во-первых, нужно запомнить, что торговля на обочине осуществляется без разрешений и лицензий. На обочине никто эти санитарные правила не выполняет. Не имея разрешения, на гиме никто не надзирает, они элементарно, раковины, чтобы помыть руки, нету. Кроме того, нет личных медицинских книжек, которые должны быть там и анализы, и медосмотры, и геническое обучение. Наиболее опасно покупать на обочинах различные консервы, молочную продукцию и грибы. В этом случае никто не гарантирует качество продукта. Остаются вопросы и о том, как и в каких условиях его готовили. Ситуацию усугубляют и неправильные условия хранения продукции. Например, под прямыми солнечными лучами. Даже овощи с огорода могут таить в себе опасность. Здесь опасность того, что каким удобрениями они все это применяли, какие удобрения. И превышение по нитратам, нитритам, птицидам, чего угодно. Тут опасность получить отравление вот этими вещами. По трассам постоянно проезжает много автомобилей и грузовых машин. Выхлопные газы, дорожная и сажевая пыль – это опасные канцерогены. И все это оседает на придорожных продуктах и впитывается в них. Самое важное, что надо запомнить – при отравлении вы ничего не сможете предъявить продавцу с обочины. Найти этого торговца уже невозможно, чтобы там прилечь его к ответственности. Либо прервать вот эту пищевую цепочку, как в магазине снимают продукцию с реализации, партию целую снимают. Здесь уже это невозможно, и поэтому люди, которые покупают продукты на обочине, рискуют на свой страх и риск. Запомните, чтобы обезопасить себя и своих родных, покупайте продукты на рынке или в магазине. Эти точки контролируют надзорные службы. Что касается арбузов и дынь, то их лучше брать в сезон, чтобы не отравиться большим содержанием пестицидов, нитратов и нитритов. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Я хочу рассказать о тех профессиях, инженерно-технических, IT-профессиях, которые вы можете освоить и быть полезным, если ваше увлечение игрой станет профессиональным. Игровой продюсер, разработчик-программист, гейм-дизайнер, тестировщик. Путь, который занимает игра от задумки до своего появления на экранах геймеров по всему миру, долгий и непростой. Эта индустрия набирает популярность каждым днём. Воспитанники 17-й школы узнали, кто и как создаёт видеоигры. Я узнал, что в продюсировании занимается большое количество разных компаний, игр и так далее, которые встречаются, можно сказать, на каждом шагу в интернете. Рисование очень, ну, как я понял, очень важно, так как анимация, это всё связано с рисованием. Урок IT-знаний провели в 13 школах города. Это федеральный проект, который по инициативе «Майл Групп» в Сарове реализуют три организации. В Сарфатыни, Яумифи, детский технопарк «Кванториум» и телефонная компания «Сарова». Мероприятие направлено на планирование профессионального будущего школьников, в том числе связанного с IT-сферой, а также на развитие кадрового потенциала в области цифровой экономики. Мне повезло сегодня быть в школе номер 17. Ребята были на уроке очень включенными, и очень приятно осознавать то, что некоторые из них уже определились с выбором профессии. Уже в восьмом классе определились, и один молодой человек действительно хочет связать свою будущую карьеру, свою будущую профессию с миром информационных технологий. Интерактивный урок-презентацию завершила дискуссия, в которой ребята спрашивали у спикера о нюансах профессии игровой индустрии. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Первая научная конференция, посвященная фотонным компьютерам, прошла в Орфеадсвнеев под эгидой создаваемого в Сарове Национального центра физики и математики. К нам в город приехали представители 14 российских организаций и предприятий, занимающихся исследованиями по заявленной тематике. Фотонные компьютеры – актуальный вопрос в научной среде. Мир переходит от электроники к фотонике, когда требуются большие высокопроизводительные компьютеры и серьезные вычисления. Фотонные машины призваны заменить классические электронные машины, вычислительные, поскольку они уже подходят к пределу своей производительности. Соответственно, мы считаем, что будущее возможно за фотонными машинами. И сегодня как раз решается вопрос кооперации, как ведущие предприятия и научные организации России будут взаимодействовать для создания такой машины. На самом деле, если это удастся, это будет большой прорыв. В мире такие машины, которые используются, реально еще не созданы. То здесь Россия, можно сказать, идет на острие мировой науки. Понятно, что уже классические методы, они не справляются с задачами, которые ставят перед искусственным интеллектом. Поэтому нужно переходить к приборным, к новым приборным парадигмам в искусственном интеллекте. Это вот как раз фотонные вычисления. Безусловно, такие мероприятия необходимо проводить. И интересно то, что уже такие специфические города начинают принимать участие. Это говорит о том, что интерес действительно большой и необходима нашей стране. Фотоном-компьютером посвящен один из больших проектов программы Национального центра физики и математики, которая сейчас создается в нашем городе. К нему привлечено большое внимание, чтобы организовать работу по этому проекту и проходит конференция. Доклады, которые представляли участники конференции, были посвящены кибербезопасности и искусственному интеллекту, применению нанофотоники для оптических вычислений, разным подходом для решения задачи развития как компонентной базы, так и вычислений средств программирования фотонных компьютеров. Рафиац Внеев также представил свои исследования. У нас непосредственно в ВТМФ разрабатываются логические элементы для будущего вычислителя. Есть уже два патента, есть несколько научных публикаций в признанных журналах. То есть работы ведутся, но, конечно, это только самое-самое начало. Подводя итоги конференции, научный руководитель Рафиац Внеев Вячеслав Соловьев отметил высокий уровень представленных докладов и поставил задачу сформулировать предложения по тем проектам, которые будут реализовывать в рамках НСФМ. Такие три вечерые задачи, которые мы должны с вами обозначить и двигаться в этом направлении. Дальше хотелось бы сказать, что такая конференция, эта площадка, наверное, нам дают сделать традиционный, чтобы ежегодно подходить итоги, итоги нашей работы, слушать, что делается организация, которая сегодня здесь представлена, достойно представлена. Вице-директор Объединенного института ядерных исследований, председатель НТС НСФМ, академик Ран Борис Шарков поддержал предложение сделать конференцию ежегодной. Он отметил, что НСФМ стал магнитом и фокусом деятельности по ряду направлений и местом прорывной науки, технологий и инноваций. И на этой конференции сделан первый шаг в этом направлении. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Обветшавшие двери, выцветшие стены, старые лифты. Пару месяцев назад подъезд дома 14 по улице Довиденко мало чем отличался от других. Но товарищество собственников недвижимости за довольно короткий срок превратили его в островок европейского стиля в нашем городе. Источником вдохновения для разработки дизайн-проекта, как рассказала председатель ТСН, была Саровская ривьера. Вы знаете, хотелось добавить сюда света и воздуха. Потому что у нас даже наша участковая врач, когда приходила, она немножко пугалась вот этой темноты, маленького пространства. И вы знаете, вообще это делается не только для нас и для нынешнего поколения. Я хочу, чтобы и дети, которые живут в доме, привыкали к другим условиям. За счет средств капремонта заменили лифты. Остальные работы проводят за счет средств на содержание и ремонт жилья. Дополнительные средства жители дома не собирали. Бюджет рассчитывают грамотно, закупая материалы постепенно. Помимо косметических работ, отремонтировали аварийные коммуникации, а также заменили двери в жилых зонах и на пожарных лестницах. Конечно, я очень благодарен людям, которые жильцы дома. Они с пониманием относились к всему, потому что это, естественно, и мусор, это и перфоратор. Работал в основном ночью, то есть в нем шумные работы, ночью тихие работы, чтобы не мешать людям. Ну, грязи было, конечно, много. Им большое спасибо жильцам, которые все это дело вынесли. В общем, подарок им вот подъезд такой. На достигнутом ТСН останавливаться не планируют и в будущем собирается благоустроить остальные этажи дома. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Учат математику по-разному. Можно прочитать теорию, решить несколько примеров, понять принцип и продолжать решать до автоматизма. А можно самому сделать какое-то открытие. Подходить к решению задач не шаблонно помогает система, разработанная Людмилой Петерсон. По ее учебникам работает Центр образования. В этом году коллектив школы получил признание коллег, стал лауреатом премии «Знак качества». Это награды, которые дают участникам инновационно-методической сети «Учусь учиться», созданной в Институте системно-деятельностной педагогики Людмила Петерсон. Те коллеги, те педагоги, у кого есть опыт преподавания математики по учебникам этого автора, предлагают найти решение для того, чтобы научить людей и детей любить математику, заниматься ею и не только математику, но и другие науки. На протяжении учебного года на платформах Института Центр образования делился своими разработками с коллегами, становился участником творческих лабораторий и сетевых мероприятий. Также частью проекта был конкурс «Учи-учиться». Его лауреатами стали пять педагогов. Каждый педагог представлял, в паре работал, представлял разные номинации. То есть кто-то работал в номинации, как, допустим, я, это вне классное мероприятие, классный час, есть ли герои в наше время системной деятельности, технологии деятельностного метода. Также педагоги показывали, как можно комбинировать уроки английского языка и окружающего мира, проводили открытые уроки для учителей. Работы соровчан заслужили самые высокие оценки жюри, а также победили в рейтинговом голосовании среди всех участников. Опыт, он всегда полезен в любой работе, тем более, когда мы сами учимся, мы все время что-то друг у друга видим, в практике, в заимствовании, делимся опытом. Конечно, были очень интересные работы, и мы даже иногда поражались, как люди творчески подходят к таким процессам, достаточно сложным. Поэтому есть наметки на будущее, в этом году мы также будем участвовать. Это награда не только сувениры достижений в копилку школы. Для центра образования участие в этой площадке – возможность транслировать свой опыт и приобретать новые компетенции, определение перспектив развития. И в первую очередь это идет на пользу детям. Нужно влюбиться в это дело. Если это нравится самому педагогу, он сделает так, что это понравится детям. Если это понравится детям, то учеба будет в радость. И любые сложности будут восприниматься не как проблемы, а как задачи, которые надо решать. Вот как раз решению таких задач разных мы и учимся. Сеть площадок проекта расширяется, у института появляются новые программы. Одна из них – повышение качества математического образования. Центр образования планирует включиться в проект, где одно из условий – непрерывность и преемственность в образовании, начиная от дошкольников и заканчивая старшеклассниками. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Более десятка пятилитровых бутылок, канистры и банки. 280 килограммов батареек собрали ученики, педагоги и родители Центра образования за несколько недель. В акции приняли участие все классы школы. Для ребят это не просто соревнования из разряда «кто больше принесет». Каждая из них понимает всю значимость таких мероприятий. Мы хотим защитить природу, потому что это наши мероприятия. Мы собирали батарейки для того, что одна выборочная батарейка, она заражает почву. И если там хоть что-то пропустит, и это животное съесть, оно отравится и погибнет. Экологическому просвещению в Центре образования уделяют большое внимание. На уроках ребятам рассказывают о важности сохранения природы, говорят о разделе сбора отходов, объясняют, зачем нужно отправлять на переработку бумагу, батарейки, пластиковые крышечки и тому подобное. На базе школы работает эко-дружина, которая участвует в городских экологических акциях. А ученики Центра защищают проекты, посвященные энергосбережению, сохранению ресурсов на областных конкурсах. Мы стараемся поддерживать наших учеников и являемся активным участником экологического направления РДШ. На обучение своих учеников Центра образования уделяет повышенное внимание. Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство, в том числе и с помощью интернет-платформ. Пять педагогов школы – Оксана Лобышева, Татьяна Пантелеева, Ирина Морозова, Татьяна Стрижова и Надежда Токарюк – стали лауреатами международного конкурса педагогического мастерства «Учи-учиться». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. За последние два года Ангелина Пламенова посетила более 70 музыкальных конкурсов и фестивалей российского и европейского уровня. Девочка уже добилась больших высот в музыке. В августе на конкурсе во Франции юная пианистка завоевала диплом лауреата второй степени. В сентябре Ангелина стала лауреатом первой степени в Москве. А в этом месяце стали известны результаты конкурса в Финляндии. Ангелина стала победителем в номинации фортепиано «Соло». Мне хочется стать популярной очень. Мне хочется, чтобы меня знали во всей школе, но не только. В общем, добиваюсь всего, пытаюсь. Учу Баха трехголосную инвенцию, Си минор. Моцарта, астанато до мажор. Жаворонка времена года Чайковского и русскую пляску. В последнее время многие музыкальные конкурсы проходят дистанционно. Видеоисполнение – это огромный труд, тем более на таких серьезных и больших конкурсах. Приходится нелегко как самому исполнителю, так и преподавателю. Сказывается и волнение, и присутствие камеры. Но талант Ангелины превосходит все трудности. Конечно, это упорный труд и педагога, и ученицы, прежде всего. И не только, а также и ее родители, и даже здесь и бабушка с дедушкой участвуют. Только в таком тандеме можно добиться хороших результатов. Когда все направлено на то, чтобы ребенок любил музыку, занимался как следует, тогда возможны победы. Сейчас Ангелина Пламенова готовится к следующему большому музыкальному конкурсу, который пройдет в нашем городе. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. По чутким руководствам педагогов в детской школе искусств зажглась еще одна талантливая звездочка. Девятилетняя Софья Габелева удостоилась чести выступить в Кремлевском концертном зале с сопровождением симфонического оркестра. Девочка с первого раза прошла прослушивание отбор для фестиваля «Новые имена» в Нижнем Новгороде. Те, кто победили, они уже на следующий год отбор не проходят. Если у нее получится очень хорошо сыграть на самом фестивале, потому что на сам фестиваль жюри уже приезжает из Москвы. Если она хорошо играет, ее отмечают, то она и на следующий проходит без отбора. Фестиваль ежегодно собирает в Кремлевском концертном зале талантливых солистов и лучшие детские музыкальные коллективы, которые прошли конкурсный отбор. Жюри фестиваля – это выдающиеся нижегородские и московские деятели культуры и искусства. На прослушивании Соня Габелева исполняла концерт для фортепиано с оркестром Моцарта. У нее есть мелодия, она очень красивая. И можно представить картину этого спектакля, когда кто-то играет музыку. Да, сначала было страшно, но потом не было страшно. Фестиваль «Новые имена» пройдет в Нижнем Новгороде 6 и 7 ноября. Юная пианистка из Сарова совместно с Нижегородским симфоническим оркестром откроет первый концертный день. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Международный проект «Таланты России» прошел в формате онлайн-концерта. Образцовый ансамбль народной песни «Горница» также прислал на суд жюри записи своих выступлений. В результате старшая и младшая группы ансамбля, а также отдельные солисты коллектива, стали победителями и лауреатами проекта. Очень важно и очень ценно для меня, как для руководителя, преподавателя, что именно жюри этого конкурса «Клен Медиа» прислали и рецензию на каждое выступление. Это и уровень профессиональный, это то, что дает движение вперед. Члены жюри проекта – профессора, народные и заслуженные артисты России. Многие считают, что участвовать в конкурсах дистанционно очень легко. На самом деле это сложнее очного выступления, где есть живые эмоции, энергия и задор народной песни. Народное искусство, оно в современном мире считается неформальным искусством, и тем более в современных наших условиях, где идет со всех сторон музыка иная, и тем ценнее выступления ребятишек, которые занимаются этим искусством, искусством наших предков. Народное творчество ансамбль «Горница» не ограничивает только песнями. Часто участники коллектива сопровождают свои выступления танцами и игрой на музыкальных инструментах. Мне запомнилось в концерте то, как нас записывали, как мы готовились, и само собой выступление. Он дал опыт, так сказать, на концерте сдерживать, держать свой голос. То есть в этом конкурсе все оценивается серьезно. И чтобы получить хорошую честь, хорошие знания и знания о концерте, как надо петь, лучше стараться и пытаться. Именно этот конкурс запомнился тем, что у нас было достаточно яркое выступление, по моему мнению, как мне показалось. За победу в проекте «Таланты России» образцовый ансамбль народной песни «Горница» получил предложение о гастролях по России. Концерты запланированы на лето 2022 года. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Выставку под названием «Души и рукотворение» в детской школе искусств номер 2 открыл творческий коллектив «Задоренко». Веселые народные песни задали тон всему вечеру. На торжественной части всех участников выставки наградили памятными дипломами. Экспозиция состоит почти из ста работ учащихся и преподавателей ремеслено-художественных отделений школы. Творчество ребят представлено в различных техниках. Детская школа искусств номер 2 славится своим разнообразием отделений. То есть мы занимаемся и народной вышивкой, и дизайном костюма, одежды и ткани, и резьбой по дереву, и маркетри. То есть вот эти все работы, вышивка, лоскутная техника. То есть все это представлено на этой выставке с удовольствием. То есть можно смотреть и видеть весь путь ребят от 1 до 5 класса. Особое место на выставке заняли работа выпускников отделения «Художественная керамика». Свою работу Алина Морозова решила посвятить традициям Испании. Ее декоративное панно состоит из двух взаимосвязанных частей. На одной картине девушка представила кориду, а на другой – танец фламенко. Изначально мы изготавливали на бумаге все это. То есть мы рисовали, наброски делали, дальше уже начинали делать саму работу из глины. Потом зарисовывали на большом листе уже крупную работу и выполняли ее гуашью. Изначально лепим из глины, потом она сушится, ее отправляют на обжиг, а потом уже мы ее покрывали глазурью. Работа гончар Александра Клюжова очень символична. Молодой человек решил посвятить ее тому, чем занимается сам – глине и гончарному искусству. Это гончар в окружении четырех стихий, которые, если вместе объединить, можно получить глину. Смысл этой работы – показать, что все взаимосвязано. Выставка детской школы искусств номер два «Души и рук творения» можно посетить до декабря. Подробная информация по телефону 951-84. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.